Цви Зильбер, израильский журналист, главный редактор «Лучшее радио», присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Шалом и слава Украине. Героям слава. Ну вот, визит Елены Зеленской состоялся, да, несмотря на то, что были заявления и нашего посла Евгения Корничука о возможном переносе или вообще отмененной поездке. А все вот после слов российского президента в адрес Владимира Зеленского, которыми он пытался подорвать отношения между нашими странами. Скажите, как воспринимают визит Елены Зеленской в Израиле? Что о нем пишут? Ну, вы знаете, я не думаю, что из-за слов Путина могли отменить этот визит, тем более, что Украина прекрасно понимает, что это делается намеренно, чтобы поссорить Израиль с Украиной. Это раз. Во-вторых, к сожалению, не состоялась встреча Елены Зеленской с главой правительства Бенеминовне Таньяу. Можно сказать, что у него полно заботы. Действительно, у нас вчера и позавчера были довольно жаркие дни с точки зрения безопасности. Позавчера был просто бой в одном из палестинских городов с применением боевого вертолета. Вчера произошел теракт, в результате которого погибло четверо израильских граждан. Но, вы знаете, это можно сказать всегда. Какое бы ни было плотное расписание, если бы была политическая воля, то Бенемин Таньяу нашел бы полчаса для того, чтобы с ней встретиться, хотя бы для фотосессии, хотя бы для того, чтобы опубликовать эту фотографию. Но, к сожалению, этого не произошло. Правда, конечно, можно сказать, что вот ее же принимал президент Израиля Ицхак Герцог, его супруга, как было запланировано. Да, естественно, несомненно, этот визит приобрел самый высокий официальный статус. Но это же то, что мы говорим официально, но все прекрасно знают, что президент в Израиле не решает ничего, тем более все, что связано с вопросами помощи другой стране. И поэтому, конечно, я, например, ожидал, честно говоря, я же надеялся, что все-таки встреча с Нитанияу состоится. А как вот израильская пресса подавала этот визит? Израильская пресса подавала фотографии, потому что такая красивая женщина приехала, и это действительно были такие фотографии израильской прессы. Ну, это было очень-очень коротко. То есть тут не было каких-то таких больших и громогласных публикаций. Ну, нет, была всякая разная аналитика. Вот сегодня была опубликована статья Давида Барона, русскоязычного корреспондента одной из израильских газет, который тоже очень большой друг и патриот Украины, который рассказал израильским читателям, израильским ивритоязычным читателям о пресс-конференции Ермака, Андрея Ермака, вот как раз-таки по поводу пресс-конференции для прессы и для представителей еврейских общин, еврейских организаций, как раз-таки касательно заявлений товарища Путина и касательно израильской помощи Украине. И я думаю, что это выступление заслуживает гораздо больше внимания с точки зрения аналитики. Да, я понимаю, что помощь людям, которые травмированы этой войной, получили психологическую травму, получили физическую травму, это очень важно, несомненно, это гуманитарные проекты, но в гуманитарном плане и так Израиль и Украина неплохо сотрудничают, и украинские психологи обучаются у израильских, так сказать, перенимают опыт. Я не думаю, что речь идет там о каких-то профессиональных знаниях, речь идет исключительно об опыте, потому что в Израиле очень много таких вот травмированных людей от ракетных обстрелов и бомбежек. Это понятно, это очень важно. Я, кстати, когда-то помогал этой организации Наталь, я делал синхронный перевод для русскоязычных групп, и они там действительно делают совершенно потрясающие вещи, у них огромный опыт по лечению посттравматического состояния, так называемого ПТСС, посттравматический стресс-синдром. Нет, действительно, очень важно, но на сегодняшний день Израиль может помочь Украине именно в плане техники. Андрей Ермак говорит, что Израиль это на сегодняшний день единственная страна, которая может помочь Украине бороться с иранскими дронами, и это, кстати, в интересах самого Израиля. Вот вы упомянули эту пресс-конференцию Андрея Ермака, и я хотела одну цитату привести с этой пресс-конференции. Вот пришло время для Беньямина Нетаньяху посетить Украину и выразить свою поддержку. Израиль может помочь нам защититься от иранских беспилотников. И, кстати, вот израильский сайт ВАЛА сообщает, что премьер-министра спрашивали, почему он не едет в Киев на встречу с Зеленским. Он пытался там как-то отшутиться, что, мол, такая долгая дорога на поезде. Ему тут же сказали, ну вот Байден же как-то ехал, да? Почему вы не едете? И, по вашей информации, все-таки у Нетаньяху есть такие планы приехать в Киев? Его здесь ждут? Я пока об этом ничего не слышал. Но действительно было два официальных обращения, два официальных приглашения Нетаньяху с самого начала его нынешней каденции. На них никак не ответили. И канцелярия главы правительства прокомментировала этот вопрос, когда журналисты подали туда соответствующие запросы. И канцелярия главы правительства просто откомментировала это так, что никаких официальных приглашений не было получено. Но это неправда. И мы знаем это в том числе и из первых рук, в том числе и от Андрея Ермака. Но Бенямин Нетаньяху, я не знаю, в начале своей каденции он говорил, что у него очень много проблем, у него очень много дел, и он катастрофически занят. Но время идет, и он действительно единственный из западных лидеров, который еще не посетил Киев. И, ну, да, это не Камильфо. Израиль уже платит за это своей международной репутацией и отношениями с ближайшими союзниками. И союзники тоже понимают, что помощь, которую может предоставить Израиль, она совершенно уникальна. И, возможно, другие страны при всем желании помочь Украине просто физически не имеют этих технологий, этого оборудования, в частности, когда речь идет о борьбе с иранскими дронами. И, с другой стороны, я говорю, что в интересах Израиля научиться наиболее эффективно эти дроны нейтрализовать, там, не знаю, отключать, приземлять или, может быть, сбивать, потому что эти дроны являются непосредственной угрозой для Израиля. Эти дроны есть не только у российской армии, эти дроны есть у всевозможных иранских прокси, которые находятся на территории Сирии, на территории Ливана, на территории Йемена, вот именно этими шахедами йеменские хуситы разбомбили нефтяной терминал в Саудовской Аравии. Это был вообще большой такой инцидент. Но, естественно, эти дроны, я представляю для Израиля такую совершенно прямую непосредственную угрозу безопасности. И даже если такие технологии у Израиля имеются, то всегда есть место их развивать и улучшать, потому что мы видим, что иранцы работают над улучшением шахедов, они собирают реальный боевой опыт применения этих шахедов при содействии россиян, конечно же. И, конечно же, Израиль, я просто был уверен, что какие-то системы находятся в Украине с первых дней, как только там появились шахеды. Но поскольку Ермак и посол Украины в Израиле Евгений Корнячук высказываются по этому поводу в довольно резкой форме, то я склоняюсь все-таки к тому, что Израиль не помогает и ничего не поставляет. Хотя у Израиля большая история секретных поставок оружия на протяжении многих десятилетий, даже во время Ирано-Иракской войны Израиль Ирану поставлял оружие, как бы сегодня дико и странно это не звучало, но почему-то тогда Израиль совершил, ну, на мой взгляд, совершенно ошибочное решение, что Саддам Хусейн больший враг, чем Иран. И, ну, все мы умные задним числом, как говорится, да. Но Израиль поставлял, помните, такая была сделка Иран-Контрас, вот в рамках этой сделки Иран получил израильское оружие. Но я думаю, что это не совсем тот случай, потому что, ну, не было бы такого резкого тона в разговорах, в разговорах об израильской помощи. Ну, я не знаю, можно развивать конспирологическую теорию, что это делается для прикрытия и так далее, но все равно бы в конечном итоге, если бы эти системы вооружения были в Украине, мы бы об этом узнали. Но то, что даже обещал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, который побывал полгода назад уже, кажется, в Украине, и он обещал совершенно конкретные вещи. Он обещал систему раннего оповещения о ракетных ударах, которая уже в Украине, это выполненное обещание, но она до сих пор еще не работает. Специалисты говорят, что ее надо подключить в систему ПВО, отладить, и это возьмет время, и эта система в лучшем случае заработает где-то в начале сентября. Израиль обещал систему определения мест падения ракет, которая до сих пор не поставлена, и эта система, я не знаю, где-то это все застряло в каких-то бюрократических инстанциях, и никто просто не в состоянии вытащить сейчас, учитывая сложные отношения между различными министерствами с точки зрения политического распределения этого в правительстве. Но, по крайней мере, точно никто не знает, эту информацию мы получаем от, опять же таки, украинцев, от Евгения Корнейчука. Израиль обещал государственные гарантии под суды, на которые в Украине будет построена больница с участием израильских компаний и специалистов, и на которые будет финансироваться проект по разминированию. Это все тоже застряло где-то в бюрократических инстанциях, и когда этот вопрос разрешится, никто не знает. Израильская бюрократия может варить это все годами, десятилетиями, и, конечно, Украины этого времени нет, Украина не может ждать. Вы знаете, у нас в эфире на лучшем радио время от времени мы поднимаем известного российского оппозиционера Владимира Милова. Он нам говорил еще, не знаю, наверное, где-то год назад, что в Кремле очень-очень ждут победы Бениамина Нетаньяу. И я сегодня все-таки склоняюсь к мысли, что, наверное, это правда. Конечно, Нетаньяу не поедет в Москву, но мы то и дело слышим о том, что там какие-то контакты происходят. Да, кстати, вот российские телеканалы писали, что в минувшие выходные кремлевские чиновники и какие-то высокопоставленные представители правительства Израиля провели непубличные переговоры. Возможно, вам что-то известно об этом, да? И если это так, о чем там могли говорить? Или все-таки это очередной вброс? Знаете, о чем могли быть там переговоры, я могу предполагать. Но у нас есть такое развитие событий. Значит, Российская Федерация подписала соглашение с муниципалитетом Иерусалима о том, что им будет выделен земельный участок в довольно крутом районе Иерусалима, в дорогом районе, близко к центру города, 250 квадратных метров под строительство здания, нового здания, где будет открыто генеральное консульство Российской Федерации. У нас тут некоторые крикуны начали кричать, что это вообще историческое событие, что этим самым Российская Федерация признает Иерусалим столицей Израиля, но ничего она не признает, и до этого еще далеко. Это просто консульство, и я думаю, что это компенсация, которую Нетаньяу дает России за то, что им не отдали вот это самое Александровское подворье, которое они хотели отнять у Белой Церкви. И Нетаньяу обещал Путину это подворье, когда освобождал заложницу на Аму и Сахар. Помните, такая была история, как израильская девушка, туристка возвращалась из Индии в Израиль транзитом через Шереметьево. Была самая роковая ошибка в ее жизни, что она взяла транзитный билет через Россию. И у нее в багаже, который в России даже не выгружался, то есть этот багаж должен был транзитом следовать в Израиль, была обнаружена 11 грамм гашиша. То есть в Израиле это даже не является криминальным преступлением никаким. А там ей просто пришили контрабанду наркотиков, посадили на 7 лет, а девочка была еще и американская гражданка. В общем, в результате Нетаньяу за ней летал и пообещал в обмен на заложницу вот это самое Александровское подворье. Это такое здание, церковь, которое примыкает к храму Христа Спасителя. Очень такое лакомое место для христианских концессий. И я думаю, что могли идти переговоры вот об этом. Теперь у нас есть еще такой вопрос, как выплата российских пенсий. У нас в Израиле живут репатрианты, которые много лет работали в России, которые получают пенсию. Между Россией и Израилем есть некое соглашение на том, что граждане России и Израиля, которые живут в Израиле, могут получать российскую пенсию через Израильский институт национального страхования. Вот после начала вторжения, когда банковская система отказывается делать переводы из России, а в Израиле это тоже работает, хотя официально Израиль не вводил санкции против России, но израильские банки не будут нарушать американские санкции. То есть те санкции, которые были введены Америкой, они автоматически были введены израильскими банками. И с этого времени пенсии не выплачиваются. И я даже слышал такую версию, она озвучивалась на заседании парламентского комитета, что Российский пенсионный фонд не заинтересован в том, чтобы какие-то деньги выплачивать, хотя можно было бы договориться. Этот вопрос поднимался даже на уровне Дженет Йеллен, главы Федерал-резерва, Центробанка Соединенных Штатов Америки, которая дала специальное разрешение переводить из России деньги, если это пенсионные деньги граждан, живущих на Западе. Но, тем не менее, пенсии не поступают, и, возможно, переговоры шли об этом. Может быть, переговоры шли о том, чтобы Россия все-таки не закрывала, сохнут на своей территории. Я не знаю, есть несколько таких... Ну да, заседания все переносятся, каждый раз и переносятся. Да, 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 это просто такое хождение по мукам очередное. Но я просто вообще сомневаюсь, что сегодня можно с кремлевским режимом приходить к каким-то договоренностям. По-моему, это просто пустая трата времени. Скажите, я хотела еще вот о танках спросить. 15 июня появилось сообщение, что Израиль может продать двум странам, одна из которых европейская, около 200 снятых с вооружения танков. Это Меркова-2 и Меркова-3. И вот ряд экспертов предположили, что речь идет о Польше, и что часть этих танков могут быть предназначены для Украины. Что вам об этом известно? Это было бы очень хорошо, если бы действительно это было правдой. Я даже беседовал у нас в эфире с Игалем Левиным, замечательным военным экспертом и офицером армии Вороны Израиля. Он сказал, что вполне допускает такую версию, что танки Меркова появятся в Украине. Это довольно старые танки. Они конца 80-х, начала 90-х. Конечно, они прошли там всевозможные апгрейды. И, естественно, они прошли там всевозможные апгрейды. И они более современными стали. Но Меркова-2, он действительно старенький. Меркова-3, он хороший. Меркова-3, его бы были заинтересованы... А новейшие это Меркова-4, да? 4 или даже, по-моему, 5. Впрочем, не ловите меня на слове, я не очень большой специалист военной техники. Но в любом случае, судя по сообщениям, которые публиковались в открытых источниках, цена, по которой Израиль эти танки продает, она просто смехотворная. То есть я могу предположить, что это такое политическое решение. Дело в том, что Израиль очень часто обновляет вооружение своей армии, а списанное вооружение куда-нибудь продает. Но обычно продает он его по неплохим ценам, а здесь мы видим, что прям вот очень дешево это продается. Почему пока у нас нет объяснений? Мы не знаем, в какой стране. Есть источники, которые говорят, что это Польша, и в дальнейшем через Польшу это может попасть в Украину. Но я допускаю, например, что это может быть и Венгрия. Потому что Бенеми Нетаньяу, у него просто прекрасная дружба с Орбаном. У него с Орбаном, а Орбан даже обещал открыть посольство в Иерусалиме. Первая страна Евросоюза, которая может это сделать. И Нетаньяу, конечно же, представит это как свою большую политическую победу. По поводу того, почему это, собственно говоря, происходит. Во-первых, Израилю нужна сейчас срочно поддержка Соединенных Штатов в противостоянии Ирана. У нас ситуация с безопасностью очень нехорошая сейчас. Соединенные Штаты Америки не очень мотивированы помогать Израилю, поскольку, во-первых, их внимание сегодня в первую очередь обращено к Украине. А во-вторых, потому что действительно они, как и европейцы, ожидали гораздо более активной помощи Израиля. Чисто по союзническим соображениям. Гораздо более активной помощи. Но это не происходило ни при прошлом премьер-министре, ни при нынешнем премьер-министре. Вот Ермак сказал, что почему-то Израиль поддержит Украину только на словах. Но это не совсем так. Да, не только на словах. Надо разделять израильских граждан и израильские бизнесы, которые жертвуют на ВСУ деньги и поставляют в Украину много чего. И всевозможные некоммерческие организации, как я уже сказал, частные граждане и так далее. Есть израильские граждане, которые воюют в составе ВСУ. Но, конечно, мир вправе ожидать в этой ситуации от Израиля гораздо большего. Особенно после того, как в блоке с Россией появился Иран. Но наш министр обороны ездил на Рамштайн, последний в Брюсселе, и он там встречался с министром обороны США Остином. И, по всей видимости, он там получил... Ну, Остин же такой пламенный сторонник Украины. По всей видимости, Галланд получил там очень серьезный нагоняй. И ему нарисовали перспективы замораживания сотрудничества. И Израилю нужен в этой ситуации какой-то такой ход, чтобы показать миру, что вроде бы мы чего-то там делаем и чего-то там помогаем. Я только надеюсь, что это действительно состоится, что это не останется просто разговорами, просто слухами и уделом социальных сетей, которые будут это без конца обсуждать. Я все-таки надеюсь, что это действительно произойдет. И, опять же, не забывайте про израильскую бюрократию, которая всегда на чайку и которая тоже начнет вот это все пережевывать. Это довольно длительный процесс пищеварения будет происходить. Но вот я могу только надеяться, что действительно так эти 200 танков могли бы очень хорошо стать очень хорошим подспорьем Украине. Ну или заменить в Европе те танки, которые эти европейские страны отдадут Украине. Вот я думаю, что дай бог, чтобы это действительно произошло. Ну, военные эксперты говорят, что там очень хорошие характеристики у этих танков. И да, они бы стали хорошим. Да, Меркова-3 очень хорошая, Меркова-2 похуже. Меркова-2 все-таки уже устарела, как нам объяснил, опять же, Игорь Левин, который имел дело с этими танками. Скажите, вот... Там очень хорошая сторона состоит в том, что в израильской технике именно уделяется большое внимание сохранению жизни танкиста. То есть, Меркову даже если подбить, то танкисты остаются в живых, они не сгорают заживо. И кроме того, у этого танка есть несколько систем против вот этих ПТУРСов, ПТУРов, ПТУРСов, да, против всяких противотанковых средств. Там есть всякие обманки, там и всякие противоракеты, которые это могут сбивать. То есть, он довольно защищен с этой точки зрения от прямого попадания противотанкового оружия. Скажите, вот русскоязычная община страны во многом поддерживает Киев, да, выступает за ограничение контактов с Москвой. И в частности, вот бурную дискуссию в таком русскоязычном израильском сегменте соцсетей вызвало участие министра разведки Гилы Гамлиэль в приеме, который Российская Федерация организовала в Израиле по случаю Дня России. А может ли вот община каким-то образом, да, вот повлиять на правительство Израиля в пользу Украины? Ну, вы знаете, Гила Гамлиэль, несмотря на то, что она министр разведки, она в последнее время у нас какие-то исполняет церемониальные функции. Видимо, там в Министерстве разведки ей ни к чему прикасаться не дают. Вот она у нас занималась организацией приема иранского шаха. Ну, не шаха, наследника иранского шаха. Он тоже Резапе Хлеви. Резапе Хлеви младший. И он посетил Израиль. Он очень большой друг Израиля. Хотя это был его первый визит в нашу страну. Или, например, вот я видел ее в последний раз на приеме в честь Дня Независимости Азербайджана, на приеме, который давало азербайджанское посольство, вот недавно у нас открывшееся. И тут суть в том, что поскольку у Израиля с Российской Федерацией существуют депотношения, израильское правительство должно прислать на такой прием в честь Дня Независимости, должно прислать какого-то своего официального представителя. Это может быть кто угодно. Почему разведчик? Ну, я говорю, что она ее использует в таких вот церемониальных целях, как такой подспорье для Министерства иностранных дел. Я не знаю, почему выбрали именно ее, но у меня здесь может быть претензия только к ней лично, потому что она могла сказать, что, ребята, я в российское посольство не пойду. Вот я сходила к азербайджанцам, а в российское посольство не пойду, потому что мне противно. меня тошнит. Она этого не сказала. Если бы она так сказала, ну, послали бы кого-то другого. Она так не сказала, ну, значит, она считает, что можно в такой ситуации ходить на прием в посольство страны-террориста, страны, которая совершает геноциды и в последнее время, в которой запахло очень сильно, раздается такой очень резкий запах антисемитизма. Но, в принципе, я говорю, опять же, не надо придавать этому особо большого значения. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии и пояснения за эту интересную беседу. Зрителям напомню, Цвей Зильбер, израильский журналист, главный редактор «Лучшее радио» был в нашем эфире. Ему и пояснения «Лучшее радио» в нашем эфиреетсикіне,